Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось сделать еще один урок канун шабата. Все-таки занятия спортом дали свой результат. И один из вопросов, который мы задаем, и многие задают из нас, почему нельзя пересчитывать евреев? Знаете, одна из заповедей Торы, что евреев просто так не считают. Наша недельная глава рассказывает Китиса о пересчете еврейского народа. И есть такая заповедь, что евреев не считает по головам. Евреев считает как-то по-другому. Есть такая знаменитая считалочка «Спаси свой народ». Это отрывок из Торы, из Пасука, и «Спаси свое наследие», и так далее. И она ровно 10. То есть иногда говорят «не 10, 10 кип». Почему же не 10 евреев? Что может быть плохого в том, что есть пересчет? И зачем вообще нужно пересчитывать, и как пересчитывали евреев? И в нашей недельной главе говорят, чтобы пересчитать еврейский народ, нужно было дать по полшекеля, каждый должен был принести по полшекеля, и потом пересчитывали именно полшекелевые монеты, нееврейский народ. Отсюда знали, сколько евреев есть. Ну зачем нам эти ухищрения? Почему Тора так серьезно относится к пересчету евреев? Это вопрос, который вызывает практически у каждого. Да, и второй вопрос, может я на предыдущих уроках как-то это объяснял. Сами смысл этих полшекелей. Пишется, что когда Бог сказал, что каждый еврей должен дать полшекеля, то эти полшекеля будут искуплением греха золотого тельца. Представьте себе, полшекеля. И нельзя было давать больше полшекеля и меньше полшекеля, и Машея сильно затруднился. Он говорит, я не понимаю. И тогда он говорит, Всевышний ему показал огненную монету, полшекелевую. И об этом мы с вами поговорим, как связано полшекеля, и как связана заповедь, которая запрещает пересчитывать евреев. Ну, начнем со второго вопроса. Всевышний достал огненную монету. И Тора подчеркивает именно огненную монету. Машея не понимал, как может монеты искуплять. И пишется одна из вещей важных в монете, что это было именно полшекеля. Хотя мы знаем точную цену полшекеля, сколько огород это составляло, но Всевышний говорит, нет, именно полшекеля, именно Всевышний показал огненную монету. И именно после этого у Маше ушел, в принципе, вопрос о полшекелевой монете. Известна основная идея, что есть огонь. То есть наша душа – это огонь, наше движение ко Всевышнему – это огонь. То есть чувства, они связаны с огнем, это Кабала говорит. И тут бывает, что идет вода, которая тушит этот огонь. Но есть одна вещь, когда огонь невозможно затушить. Где это невозможно затушить? Это в камне. Казалось, откуда в камне огонь? И пишется, что когда Маше просил прощение за еврейский народ, Всевышний говорит, стань возле скалы, то есть стань возле камня и подожди. И вот это стань возле камня тоже является ответом, который объясняется в наших святых книгах. Когда берут два камня и ударяют камень о камень, появляется искра. И так можно разжечь огонь. Но это же камень. Где в нем огонь? Нету ни горящего, ничего. Но этот камень, которым есть огонь, и даже если он лежал в воде сто лет, потом достань его, просушил, ударил камень об камень, выйдет искра и можно разжечь огонь. И это намек, что есть такой огонь в еврейской душе, который невозможно покосить. И если еврей может разжечь этот огонь любви ко Всевышнему, то этот огонь опять возгорится, как говорил кто-то, не хочу говорить кто, из искры возгорится пламя. То есть из искры возгорится пламя. Нужна искра, чтобы возгорелось пламя. И эта искра, это огонь еврейской души. И когда еврей от всего сердца выполняет что-то, он дает именно пол шекеля. А почему именно пол шекеля? Хотел привести пример. Есть жертва союза, заключение союза. Мы читали в Торе несколько раз о жертве заключения союза. Каждый раз делали жертву. И как эта жертва, как она происходила? Брали животное, делили на две части, вложили одну часть с этой стороны, одну с этой, и проходили между этими животными. Это был брит союза. То есть это был союз между двумя людьми. И спрашивается вопрос, зачем нужно делить животное? Ведь союз, наоборот, это объединение, а не разделение. Так отвечает на это Тора, говорит, что такое настоящий союз? Настоящий союз, это не когда, это вместе одно целое, когда есть общие интересы. Настоящий союз, это та же, когда, если разделить, это будет две половинки одной вещи. Две половинки одной вещи. Две половинки одного целого. И это и обозначает, не всегда мы будем вместе, не всегда мы будем одинаково думать, не всегда мы будем одинаково мыслить. Но я и ты, это две половинки одного целого. И даже если они отдельности, это одна вещь, которая должна напоминать нам о союзе. Как бы плохо ни было, союз обязывает нас быть вместе. И это пример на еврейский народ и Всевышнего. Пол шекеля, это еврейский народ, вторая половинка огня, это Всевышний. И только когда мы осознаем, что мы являемся полшекелевыми, огненными полшекелевыми второй половинки, только тогда мы поймем, что мы являемся половинкой Всевышнего, половинкой нашего Бога. И тогда вместе мы сможем это что-то сделать, что наша душа является искрой, который находится у нас, который проявляется Всевышний. И проявляется это через огонь любви. Поэтому монета была огненная. Если мы разжажем себе в душе огонь любви, то мы и станем на тот уровень, когда мы сможем проявляться, проявить, и опять возвращаемся к этим паушекелям, и возвращаемся, почему нельзя считать евреев, к первому вопросу, который мы задали. Для того, чтобы это ответить, давайте посмотрим роль еврейского народа в этом мире. Мы знаем, что еврейский народ один из самых маленьких народов по сравнению со всеми живущими в этом мире. То есть это небольшое количество народа, скажем, 0,2% от всех живущих в этом мире. И есть даже такой отрывок, что мы малочисленные, но тем не менее, и так далее, и так далее. Еврейский народ это всего 0,2% от еврейского населения. Прошу прощения, от всего населения мира. Из фразы, которую сказал один человек, я не помню, откуда она идет, он говорит, что количество евреев в этом мире как статистическая ошибка при подсчете китайцев во всем мире. Когда подсчитывают китайцев только в Китае, то статистическая ошибка это как раз количество еврейского народа. То есть такое сравнение хотелось привести. Тем не менее, мы знаем очень интересную вещь, я сейчас зачитаю, специально выписывал, это очень интересно, то есть как бы процентное отношение евреев, скажем, лауреатов Нобелевской премии. И о роли евреев в этом мире. Смотрите. Итак, 2 из 900 человек лауреатов Нобелевской премии, 210 из них евреи. Да, то есть это больше 20%. Окей. По логике вещей, что должно было быть? Кого больше всего? Китайцев. Миллиарды. Значит, китайцы должны быть на первом месте. Я всегда удивлялся, почему китайцы не занимают первое место в Олимпиадах всегда. Помните, когда они выиграли футбол? Ну, то есть там из миллиона, если один будет играть хорошо, это уже футболист хороший. Но, тем не менее. Окей. Вот именно в роли евреев, скажем, в экономике, роль евреев в других отраслях науки, да, несомненно. И это проявляется в лауреатах Нобелевской премии. То есть из 900 лауреатов, 210 из них евреи. 20 последних лет, 28% были евреи. Из 100 человек было, то есть там на 100 человек было там из общего количества, которое это было. В экономике, да, 40% евреи, да. В медицине из 210 человек 58 евреи. И в других отраслях. Но если мы возьмем еще процентное отношение, 13% из лауреатов Нобелевской премии, живущих в Израиле, в одном из самых маленьких мест мира, да. То есть, посмотрите, значимость еврейского народа невозможно не оценить. Да, то есть это ясно, это понятно. То есть мы видим, что у еврейского народа есть какая-то особая цель в этом мире. То есть какая-то задумка, да. Вот. Если мы возьмем еврейских философов, еврейских ученых. Эйнштейн, он сделал переворот в физике. Карл Марс в экономике. Фрейд в психологии. И так далее, и так далее. Мы можем говорить, называть, куда ни плюнь, все, что, помните, у Жванецкого было. Умный, значит, еврей. Еврей, значит, умный. Почему Всевышний так сделал? В чем такая роль и народа, которого все пытались уничтожить? Как получилось, что еврейский народ вот вышел на такую ступень, и это как-то связано с нашим развитием? Ну, я хотел сказать прежде, я всегда вспоминаю слова Равина Гиссера, он говорил так. Весь мир в лице Эйнштейна приобрел громаднейшего ученого. Большого ученого. Еврейский народ потерял большого равина. Что значит потерял равина? Можно быть и равином, и ученым. Но тот потенциал, который Всевышний заложил в еврея, он не для того, чтобы мы были физиками только, только физиками, только математиками или что. Это в первую очередь для того, чтобы мы учили Тору. Это потенциал возможности переворачивать этот мир. И когда еврей не уделяет достаточное внимание Торе, и у него есть этот потенциал, он должен в чем-то выработаться. Он будет вырабатываться в медицине, в науке, в защите прав животных, в защите прав темнокожих, где угодно. Евреи будут везде. И белые будут, и красные будут, и в коммунизм, и туда, и в туда. Потому что есть огромнейший потенциал, который Всевышний дал еврею. Для того, чтобы он учил Тору, и для того, чтобы он поднимал наш мир к святости. Нам даны огромнейшие силы перевернуть этот мир, и сделать его уникальным, и сделать его сосудом для прихода Машеха. И здесь мы приходим к ответу о пересчете. Если мы будем считать статистически, зачем нужен пересчет? Пересчет нужен для того, чтобы проверить, на что способно население, и к чему оно ведет. Для того, чтобы знать, какая самая сильная армия. То есть для того, чтобы знать, какая потенциал есть, сколько ученых, есть сколько этих. То есть средние статистические данные дают общее понимание о том, что из себя представляет страна. И поэтому, когда ты делаешь почет, то все, да. Если мы посмотрим, все существование Израиля, это одно большое чудо. Как маленькая страна, окруженная ненавистными государствами, которая все время пытается ее уничтожить, из поколения в поколение, находится и выживает, и мало ли что, что выживает, побеждает, и сражается, и происходят другие чудеса. То есть это необъяснимая вещь, она никак не связана с подсчетом. Если мы возьмем всю мировую историю до сегодняшних лет, то есть до последних лет, которые называют время приходом Ашеха, потому что мы видим, насколько все изменилось, еврейский народ был самым гонимым народом мира. Еврейский народ постоянно пытались уничтожить. По статистике мы вообще не должны были существовать. По статистике процентном отношении это не подается никаким рамкам разума, как мы до сих пор существуем, и не просто существуем, а превратились чуть ли не в самый значимый народ на Земле. Не только в значимые плане Торы, потому что еврейский народ назван народом священников, Гой Кадош, да, то есть народ священников. Мы еще также повлияем на весь мир, в экономике, в бизнесе, в политике, даже есть президенты евреи, да, то есть есть люди, которые значимые, мы можем перечислять, куда ни посмотри, там евреи, там евреи, там евреи. Я уже не говорю, сколько евреев в культуре, да, самое страшное, что Вагнер, который был тоже идеологом уничтожения евреев, он сказал, что немецкая музыка, это уже не немецкая музыка, евреи вошли туда и изменили немецкую музыку под себя. То есть Вагнеру мешало, что евреи вошли во все. И поэтому, говорит, нужно избавиться от евреев, нужно уничтожить нас, не дай бог. Окей, мы возвращаемся к этому же ответу на этот вопрос, пересчет, если мы будем просто так пересчитывать евреев по головам, а не по их значимости, по нашей значимости, которую ценить невозможно, то на человека может напасть уныние, сомнение и страх. Скажем, как мы устоим? Посмотрите на нас, горстка евреев, да, что нас, нас сотрут порошок, да, то есть, как бы, за одну минуту. Кроме того, что если, просто статические данные должны привести нас уже в грусть. Статические данные должны привести в это, потому что пересчет просто так не ведут. И поэтому, когда Бог говорит Маше, когда будешь перечислять еврейский народ, то не перечисляй их просто так, а перечисляй их по значимости, по той заповеди, по том, что они дадут, по святому полушекеле, который является искуплением даже греха золотого тельца. Не считай их по головам. Нету статистики у еврейского народа такой. Есть статистика, чисто механическая, которая нужна для пересчета шекелей, для пересчета движения. И это неоценимая вещь. И поэтому перечислить нельзя. Да, то есть, как бы, и мы приходим здесь к ответу на пересчет. Да, подними евреев до уровня духовности и считай духовность. Мы не то считаем, у нас не считается. Знаете, есть такое выражение «один поле не воин». Это не еврейское выражение. Один человек может перевернуть весь мир. Если мы возьмем Авраама, который был единственным, который верил в единого Бога и который объяснял веру в единого Бога, то его работа одного человека сейчас мы видим, что перевернула весь мир. Потому что весь мир практически, кроме Индии или еще где-то, он ушел от ее до поклонства. Он принял веру в единого Бога. Это работа одного человека. Потенциал, который, в принципе, невозможно ни описать, ни сравнить, ни переделать. И мы понимаем, что когда еврейская душа, не дай Бог, идет не в ту сторону, то она начинает, будет тоже успешно, она не может сидеть спокойно. Потому что потенциал еврейской души настолько высок, что душа постоянно ищет Бога. Она стремится к духовности, она стремится заполнить вот этот вакуум. Если еврей не в Торе, значит вакуум будет заполняться в экономике, в науке, в политике, куда угодно. Он будет там, если еврей живет в Украине, он будет самым большим патриотом Украины и будет заниматься этим. Если он будет жить в России, он будет патриотом России, заниматься Россией. Если он будет жить в Америке, патриотом Америки, как правило, если он станет бандитом, он станет самым там глубоким бандитом. Если станет, кем бы он ни стал, он идет вглубь. Потому что его духовный потенциал, вместо того, чтобы использовать в духовности, он, к сожалению, отдает нечистоте. Он отдает трем оболочкам, которые могут быть как в чистоте, как в чистоте, или, не дай бог, еще хуже. И поэтому это очень важно. Еще одна вещь, о которой я говорил, я уже говорил это на предыдущих уроках, что такое пересчет. Есть понятие, когда мы измеряем количество, то есть общее количество, общая масса. То есть в массовом аспекте. В массовом аспекте это значит, что нас интересует там общее количество килограмм. То есть помните, как в том анекдоте, он говорит, я узнал, что в килограмме гороха столько-то, столько-то горошин. Завтра я буду знать, сколько рисинок в килограмме риса. То есть мы же не пересчитываем в рисинке в килограмм риса. Мы пересчитываем килограмм. Ну, 5 рисинок туда, 10 рисинок, 20. Мы не пересчитываем это, каждую рисинку, она не имеет для нас значения. Так вот, есть очень интересное правило в еврейском законе, я об этом говорил в предыдущих уроках, правило таково, что если процентное отношение является одной к 60, то тогда все блюдо остается кошерным. То есть, что имеется в виду? Если, не дай бог, случайно, что-то попало не кошерное в кошерное, если процентное отношение 1 к 60, то вся еда кошерная. То есть, если меньше, то не кошерная. То есть, ну, там надо выяснять, какие обстоятельства, что и как, что является кошерным. Если это ложка, то ложка может быть не кошерная, вся кастрюля кошерная. Там много нюансов, как говорится. Но, тем не менее, если уйти от нюансов, а уйти к практике, практики иудаизма, то тут мы видим, что есть одно исключение в этом правиле. Если вещь исчисляется не килограммами, а штуками, штучно, если она имеет пересчет на каждую штуку, значит, у этой вещи есть особое значение. И поэтому эта вещь никогда не растворяется среди общей массы. Один пример, который я всегда приводил. В Израиле продают авокадо килограммами. То есть, если там 10-12 килограмм, там на одной авокадо может быть больше, может быть меньше. И по числу. А вот здесь каждая авокадо имеет значение. И поэтому она продается так. И когда человек что-то пересчитывает, он передает определенное значение каждой единицы. И после того, как он передал это значение, оно имеет большой вес и большой смысл и большую важность. Именно поэтому сам пересчет – это важность для Всевышнего показать свою любовь к нам и нашу значимость в мире. И то, что мы не растворяемся как один к шестидесяти. Если нас пересчитали, то есть дали нам духовную важность, то мы как народ, который никогда не растворимся среди других народов, сколько бы нас не пытались топить, все равно мы будем все равно наверху. Все равно мы будем в этой части. Мы не смешаемся до конца. И это одно из обещаний, которые дали наши пророки. Как бы ты не пытался уйти, все равно ты будет тебе напоминать, что ты еврей. Сейчас уже, слава Богу, другое время. Сейчас мы видим время перед приходом Ашеха, когда нету вот этого, не давит нас и все остальное. И наша задача – понимать, что наша роль в этом мире – перевернуть этот мир святости. И на наши поступки, как на хорошие, как на плохие, смотрят все народы, и наш народ тоже. И от хорошего поступка мы даем влияние и радость всему миру. От плохого поступка наоборот. Поэтому всем шаббат шалом и дай Бог, чтобы мы уже встретили нашего праведного Машеха, и дай Бог, чтобы эти месяц, месяц, два месяца радости, который пишется о Дарусе, два месяца радости, 60 дней, дали нам необычайную радость в этом мире, и мы получали огромнейшее удовольствие от того, что мы живем. Я приводил это на одном из уроков. Представьте себе, у человека огромный кредит, и он его не может платить, и он все время ходит и мучается в этом. И вдруг в один из дней ему прощает этот кредит. Что это получается? Что человек начинает радоваться безумно. Спрашивает, слушай, а когда ты не брал кредит, почему ты не радовался? То есть, в принципе, ситуация каковая? Просто появилась какая-то проблема, она ушла, и ты радуешься. Это говорит о потенциале, о том, что мы можем радоваться. У нас две руки, у нас есть дети, у кого внуки, любимая жена, еще кто-то, еще кто-то. Это уже повод для радости. Повод для радости, как говорил мой покойный дедушка, он говорил так, открыл глаза, уже радуюсь. И поэтому в этом мире есть потенциал радости. Дай Бог, чтобы Всевышний дал каждому причины для радости. Такие причины, чтобы мы радовались.